Работа была, сейчас приехали и с мужем хотят вас поедать. Давайте садим в сторонку. Ну, хорошо, что приехали. Мы давно приехали, нет? Ну, как что? Отсечного не слышно. Наши ребята засняли, потом в интернете будет. Мне говорила, тетя Наташа, я ей звонила. Она что-то там занята. Она занята. На кухне занята. Документов хватает. Встали, конечно. Мы готовим, другой раз встали, только сухари на машине и дальше вперед. И есть ничего. Ничего нет. Давайте нас снабрили, сегодня там еще решили, я люблю ее. Вы сейчас домой едете? По странам еще едете? Какой у вас путь? Сейчас наш путь... В Россию мы. Нет, полтора еще пробудем здесь. Завтра мы должны здесь в библиотеку зайти. И потом на Кировоград, Днепродзержинск и выйти в Россоцкого гос. То есть у нас там ставка, основной материал заброшен. Мы сразу опять загружаемся и уходим на Краснодар. И разы недели четыре мы тут побудем, а потом уходим на Южную Республику и через Чечью и вернемся. Очень опасно путешествовать. Но мы намерены это. У нас, видите, у нас хорошее отношение с кусульманами, с евреями. Мы, может быть, призваны для этого. Примирения и радости во Христе. У меня Бог позволил, как я в пяти тюрьмах отбывал. Мне это очень хороший путь известен. Я когда говорю людям, я просто говорю, что в жизни стоит пример. В любой ситуации доверься Богу. Как-то Бог так сделает, что даже не догадаешься. Вот я сюда ехал, я дороги не знал. Чисто повернул и попал. Мы хотели вас просто побачить. Мы хотели вас просто побачить, пообщаться. Мы очень много слышали, но до вас доехать нет возможностей. У нас богатый интернет. Ютуб есть такая. Канал Игнатия Лапкина. 970 роликов о нас. Это наше занятие, путешествия, лагерь. Ну как говорят, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот побыли, видите, уже познакомились. Сейчас он машину загонит, у меня собачка надо прогулять, она там запаривает. Мы же в лесополосах где-то ночуем. В Германии-то нигде не отъедешь, а в России-то там свободно. Лесополоса, километра два трассы. И там не опущу. Ну для поставить. С той стороны можешь, и себе дай. Нет, лишь разница нет ровно, чтобы поставить. Мы двое ночуем, нам одного надо, чтобы у шофера полный сон был у него. За ровем сидит. Он отвечает за людей. У нас все есть, нас и кормить не надо. Воды только набрать надо нам. Не воды, это проблема. Воды и все. У нас все есть. Они нас набили хлеба дали. Мы дороги как-то привыкли, а они там дали орехов нашелушили. Вы видите, где вам удобнее? Или туда заледете? Нет, 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 нет. Вот это удобнее. Тут рядом трава. Хорош. Сажи, тут не зайдай. Это мы в Первомайске. Александр Цихотки нас сюда привел. И познакомились с местными верующими, со священниками. Сейчас маленько прогуляешь там. Ураган. Ураган. Он в Черном море плавал сегодня. Он в Черном море плавал сегодня. Сидеть. Сидеть. Лежать. Стоять. Рядом. 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 Паладник. Он первое место в Сибири занял. В Черном море. Он благословенный. Потому что мы ночью, когда ложимся спать, он охраняет. Беспокойно спим. Это значит, вы живой человек, что вопросы задаете, интересуетесь. Слава Христу. Так я старая уже. Так тем более. Она душой молодая. Да, душой молодая. Ну вот, не могу деда заставить, чтобы бороду отпускать. У нас все есть. Доманевка с нас вот так с нами делала. Значит, доманевку надо. Они дали нам черешни и хлеба. А матушка там дала меду. А вы не пришли варить картошечку? Ну ладно, мы никуда не пойдем, если принесутся. Они здесь будут ночевать. Да, да. Еще сказать. Я очень рад, что с вами познакомился. Очень приятно. Если вот с братом Александром будете ближе, у него выход в интернет. Там наши о нас ролики сняты. Это не один фильм, а 970 фильмов. Это все там поучение, разбираем Слово Божие. Вот это ИНН, там все мы это разбираем. Надо знать и никогда не переходить четко где. Вот не такой патриарх, но не такой. Другого нет. Люблю жалую. Мы его не хвалим, святым называем. Ну и не надо наговаривать зря. За это отвечать придется. Это патриарх. Да, понятно. Ты не патриарх. Это еще так. Настя говорит, что выпал из багажника мешок. Что будет? А это выкидывает, чтобы палатку там сейчас достать. Это пустые коробки наши. Вот мы сейчас возвращаемся с шахты, загружаемся заново, комплектуем. Ну, чтобы по одному, это надо столько пачек нам. И вот две коробки, это один комплект. Таких мы 22, и с этим заехали за границей. Вот в прошлом году мы... Я не знаю, батюшка, вы слышали несколько скуплений отца Дмитрия Смирнова? Плетайте и... Ну, говорите еще. Я хочу сказать о Дмитрии Смирнове. Он говорит, подходит ко мне бабушка. Так, ну, допустим, как... И говорит, батюшка, сейчас скажу, можно задать вопрос? Я говорю, давай. Иногда, говорит, такой вопрос зададут, что не знаю, что и сказать. Дмитрий Смирнов. Он по правой рукам патриарха, по силовым ведомствам. Ну и говори. Вот, батюшка, я когда еду в храм-то, я голосую. Ну и что? Так вот, если мусульманин едет, он меня берет и довозит до храма. Я деньги даю, он не берет. Как с матери деньги брать, тем более ты молишься, молишься. А если православный едет, шопер, он возьмет деньги обязательно. Православный. И тогда отец Дмитрий говорит, будущее за мусульманами. А они имеют совесть. Ты бы православный бабушку эту повез, заплатил за нее, сумки занес ей на этаж, где-то. Мусульманина-то знает, а наши не знают. И поэтому будущее здесь, будут жить, говорит, не эти люди-то. Вот они крещеные наши называются. А они не знают чувства милосердия, сострадания. Это он говорит в храме в Москве. Наверное, он знает эти развалины. Нам не надо спорить с отом Дмитрием. Он говорит правду. Я только одно не договариваю. Отец Дмитрий не договаривает, что такими сделал ты их сам. Что ты их не учил. Вот это ему надо было сказать в конце. А мусульмане каждый день учат и долбят. Вот она пришла такая, а он видит, она не одет. Сестра, надень хиджаб по форме. Надень хиджаб. Ну, жарко. Надень, сестра, хиджаб. Ты мусульманка. Ты приняла вместе с мусульманством всю форму. Надень. Ну, вот так на меня смотрит. Сестра, надень хиджаб. Один имам говорит, шеш говорит, мула говорит. И она одетая. У нас ни один не скажет. Она придет, как с пляжа сбежала. Ну, вот и все. Это говорит в центре Москвы, в храме православных священников. Будущее, говорит, за ними, а не за нами. Наши ничего не хотят делать. Вот выходит и говорят, 120 тысяч мусульман вышли, совершают намаз. Не 120, полтора миллиона вышло. Да где вы видели 120 тысяч мужиков русских? Одни бабы стоят. Не женщины, а бабы. Так он и говорит. Слышал, видел это? Да. Вот так. Это он, говорит, священник, правая рука патриарха Кирилла. Он обстановку очень хорошо знает, но не договаривает, что такими их взял ты. Вот, знаете, слепорожденный, когда исцелился, а фарисеи говорят, проклят народ, невежда в законе. Так вы его сделали невеждой. Баптисты не скажут, что у них невежесть. Адвентисты учат. Почему же вы не учите? Мы на своих прихожан крестовозвижных общинам, мы не можем сказать невежды. Мы все время преподаем. И все равно они мало знают. Но мы все время учим. На каждом богослужении у нас считаются две проповеди Златоуста. А до этого было, я говорил, на каждой богослужении по две проповеди. Конечно, что-то останется. Он с тобой займет. Он ты поймет. Он понимает. Он не знает, что в храме Христоспасителя там застал. Брамка спеет. Это должно вообще-то быть, ну, там, проверять, там, пистолеты. Ну, что-то проверил. Брамка стоит. Брамка сейчас пачкает. А где? Застал спаситель. Не знаю. Я такие вопросы в Библии, нет, это я не знаю просто. Не встречал и не знаю, о чем я буду говорить. Мне легче сказать, не знаю, чем придумывать. Я не встречался, не знаю. Матушка, домой. Все. Завтра мы даже уедем Михаила Антонимова. Хорошо. Хорошо. Ну, что в атакуке? Сейчас мы картошки с вами.